Всем привет! Сегодня рассмотрим схему управления вентилятором. Их конечно существует большое множество, но каждый уважающий себя электронщик должен придумать свою. Шутка. Поэтому усаживайтесь поудобнее и смотрите что придумал я. Думаю каждый из нас был в ситуации, когда нужно в свой девайс поставить вентилятор для охлаждения. Но вот чтобы сделать управление этим самым вентилятором, нужно выделять место на плате, тянуть туда дорожки, в общем не очень удобно. И большинство, как и я в том числе, просто забивали и включали на постоянку. Но ведь так не годится. Поэтому предлагаю сделать платку, которую можно будет ставить в свои устройства и получать автономное управление кулером. Посмотрев схемы в интернете, я разделил их на две категории. Первое это плавное регулирование, когда по мере нагрева начинают расти обороты. Вторая категория это управление с помощью компаратора, который просто включает или выключает вентилятор. Забыл, есть еще третий вариант, микроконтроллер. Виталию привет. Но это уже прям извращение. Как вы поняли, у обоих схем есть недостаток. Одна либо включает, либо выключает, что смотрится топорно. А вторая проблема куда хуже. При старте или торможении на некоторых вентиляторах начинается фиск в момент перед срывом. Так как тока для срыва еще недостаточно, но он уже есть. И какой выход? А выход очень прост. Нужно объединить функционал двух схем в одну. Как оказалось, задача не из простых, но она выполнима. Почему я так уверен? А потому что посмотрел ролик Юры с канала RedShade. И видел результат работы. Но просто копировать схему не захотел. Так ничему не научишься. Поэтому я нарисовал кучу разных вариантов. Но они не работали как нужно. Но спустя пару дней, а может и недель, пришло помазание. И я придумал концепцию, которую применил в дальнейшем. Ее мы еще долго обсуждали в нашем чате в Телеграме. Я проводил опыты на макете, снимал ролики, думали как еще можно улучшить. Работает схема ровно так, как я и задумывал. Если мы начинаем греть термистер, то в какой-то момент происходит срыв вентилятора. И он начинает вращаться. Но вращается он не на полную мощность. Чтобы еще больше увеличить обороты, необходимо сильнее нагреть датчик. Это можно сделать, например, с помощью паяльника. И как видим, от него потребление схемы выросло. А значит увеличились и обороты. Давайте посмотрим на схему и разберемся по шагам, как она работает. В начальный момент времени термистер холодный. И на выходе делителя недостаточно напряжения для открытия транзистора. Ну вот начался нагрев. И напряжение поползло вверх. Мы знаем, что для открытия составного транзистора нужно примерно 1,2 вольта. Но у нас еще в разрыве цепи присутствует диод, который добавляет 0,6 вольт примерно. И только когда мы достигаем в этой точке 1,75 вольта, примерно начинается открытие транзистора. И на вентилятор пойдет ток. Но у нас есть еще один элемент, который мы пока не затронули. Это операционник. Что он делает? А он отслеживает напряжение в точке деления и сравнивает его с опорным. Так как мы знаем, что при напряжении 1,75 вольта начинается открытие транзистора, то мы и задали опорное 1,75 вольта. И как только напряжение доползет до этого значения, на выходе операционника появится напряжение, которое сразу же подается в транзистор и срывает вентилятор с места. Еще я специально закладывал два места под резисторы, чтобы можно было точнее настроить делитель. Тут нужно подобрать резистор, который идет в базу. Так как чем мощнее вентилятор, тем больше тока понадобится, чтобы его сорвать с места. Еще тут есть резистор обратной связи. По сути его задача добавить некий гистерезис в схему. Когда на выходе 0, то точка опорного напряжения немного смещается вниз. А когда на выходе есть напряжение, то опорка тоже немного ползет вверх. И таким образом транзистор раньше включается и раньше выключается. Номинал этого резистора можно взять еще больше, так как гистерезис обеспечивает еще и то, что в момент подачи операционником напряжения на транзистор, ток, который идет с делителя, становится меньше. Подстроечником можно задать порог срабатывания вентилятора на нужную температуру. Он просто смещает рабочую точку в ту или иную сторону. Надеюсь я очень подробно все описал и можно идти дальше. Нарисуем плату под наше устройство. Она должна быть компактной, но в то же время иметь удобное подключение и крепление. Крепить можно как за транзистор, так и за отверстие самой плате. Получилось универсально. Так как схема была протестирована на макете, то сразу отправил плату на изготовление в Китай, а именно компанию PCBWay, которая является крупнейшим производителем плат в Китае. И их продукция дает возможность не тратить свое драгоценное время на изготовление самодельных плат, а сосредоточиться на конечном продукте. Весь заказ можно сделать в два клика. Платы приехали быстро, и я приступил к сборке. Первое, что обнаружил, было печальным. Я допустил ошибку с корпусом микросхемы. Заложил один, а заказал другой. Но ничего страшного, так как легким движением руки можно запаять ее на свое место. SMD выбрал 0805, только потому, что я являюсь чернокнижником по SMD резисторов такого типа размера. Собственно элементов-то больше и нету. Поэтому предлагаю переходить к тестам. Начнем с самого простого ноунейм-вентилятора, который есть у каждого. Начинаем греть датчик. И он при достижении 1.75 вольта срывается с места. Выключение происходит тоже плавно. Он потихоньку сбавляет обороты, пока снова не сработает компаратор и не остановит его. Следом чуть более мощный кулер на 0.32 ампера. С ним ситуация такая же. Греем и он начинает вращаться, но не на полные обороты. Можно посмотреть, что дает регулировка температуры. Все видно чисто визуально. Сколько времени нужно на разогрев датчика при разных положениях резистора. Даже не только времени, но и на какие обороты он выходит после включения. Напоследок протестируем 24-х вольтовый кулер. Тут есть небольшая проблемка. Во-первых, резистор делителя нужно сместить немного ниже, так как при большем напряжении нужно меньше тока. И кулер начинает вращаться раньше. Я на заранее приготовленное место запаял резистор на 100 килоом. И таким образом немного сместил точку до 1.68 вольта. А также ослабил влияние компаратора. Запаял вместо 100 килоом 150. Ну и собственно результат теперь такой же, как у 12-ти вольтового кулера. А на этом у меня все. Спасибо, что смотрите. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok